Завершается сбор Зенита в Турции. В субботу был проведен последний контрольный матч на этих сборах. Зенит победил Марьбор. По результатам все вроде бы неплохо, то есть Зенит почти всегда побеждает. Всего одно поражение было на этих сборах. Но у меня лично вызывают вопросы текущей формы команды. То есть мы знаем, что на этих сборах в Турции Манчин устраивал почти каждый день товарищеские матчи. То есть он как бы пошел по пути и мерчил участку, который год назад, как мы помним, почти каждый день устраивал тоже контрольные матчи на сборах. И все это вылилось в то, что весеннюю часть Зенит почти полностью провалил. Помним, что Зенит тогда проиграл Андерлехту. Вылетел от него в Лиге Европы. Проиграл Амкару, сыграл ничью Санжи, проиграл Спартаку. И из-за этого, в общем, Зенит занял третье место в чемпионате. То есть не смог конкурировать со Спартаком ЦСКА. Сейчас у Зенита тоже у меня есть опасения насчет формы петербургского клуба. Потому что в начале этих сборов, в начале эмиратских сборов, помним, что Зенит почти всегда побеждал. То есть вообще все три матча на эмиратах он выиграл. И с крупным счетом, причем у чемпионов своих стран, насколько я помню. А сейчас в Турции были проблемы. Сейчас, может быть, это, конечно, связано с чем-то другим. С тем, что, например, Манчини дополнительную нагрузку давал игрокам. Такое тоже возможно. И из-за этого ухудшались результаты. Но вообще, это немножко есть опасения от этого, что Зенит будет с Селтиком выглядеть тяжеловато. Потому что Селтик-то в сезоне, как говорят обычные футболисты. И сейчас у Селтика продолжается чемпионат. Он в полной форме. Несмотря на то, что у него там есть, конечно, проблемы с составом. У него там травмированных много. Но это может сыграть свою роль. То, что в оптимальной форме находится Селтик. Тактические изменения были у Манчини на этих сборах. Мы видели, что он часто использовал схему 4-2-2-2. Наверное, так ее лучше назвать. Не 4-4-2-2. То есть, это ярко выраженные фланги. Именно атакующие. На них обычно играли Дрюйси и Регони. Но, в принципе, они не были именно привязаны к бровкам. То есть, они бегали по всему фронту атаки. Иногда менялись флангами. И это очень интересно, что Манчини решил выбрать именно такую схему. Почему? Потому что Кокорин и Заболотный вместе, они, в принципе, совместимы. Что мы заметили, опять же, по этим сборам. Потому что даже в Эмиратах Кокорин и Заболотный сбивали в каждом матче абсолютно. Во всех трех. Почему в таком случае Кокорин не был совместим с Зюбой, у меня есть вопросы. Потому что, в принципе, Заболотный и Зюба, это примерно одна фактура. Но выясняется, что Манчини не нравилось, как Кокорин взаимодействует с Зюбой. Зато сейчас, когда стало два форварда в атаке у Зенита, сейчас все как бы хорошо. Ну, ладно, запустим. Теперь у нас схема 4-2-2 у Зенита. И как будет эта схема работать по весне, мы посмотрим. Но пока у меня есть вопросы по ней, потому что всего два опорника остаются. То есть, фактически, это Кронавитер и Паредос. И тут непонятно даже, зачем тогда нужен Зениту Магамед Аздоев. Потому что мы знаем, что Аздоев в ближайшее время должен перейти в Зенит. Это усиление для Питерского клуба. Но он классический центральный полузащитник. То есть, он не может сыграть на фланге, как, например, Шатов мог сыграть. Или тот же Шатов сейчас. В принципе, это не прямая ему замена. Хотя подразумевается, что Зениту после выхода Шатова нужна замена именно по позиции. Последний матч играл на фланге атаки Далер-Кузяев. Матч с Мари-Бором. Это, мне кажется, это очень хорошо. Потому что мы видели, что на первых сборах Манчин не часто использовал Кузяева на фланге обороны. И, на мой взгляд, для Кузяева это плохо. Потому что это его ограничивает в его техническое оснащение. То есть, он снижается качество его игры. А ему нужно пространство, ему нужен простор. То есть, он, конечно, может по флангу обороны бегать вперед-назад. Что он, собственно, обычно и делает. И еще в Тереке, когда играл. То же самое делал. Но сейчас у Зенити по первой части сезона увидели, что Кузяев может бегать по всему фронту атаки и не задыхаться. То есть, это очень хорошо, что он вынослив. Поэтому позиция права полузащитника для него, она очень подходит. Другой вопрос, кто там будет играть. Потому что есть еще Регони, есть еще Дрюси. И, может быть, появится новый игрок. Это мы уже переходим к теме трансферов. Раз уж мы ее коснулись. Да, давайте начнем с Медомида Аздоева. По нашей информации, Медомида Аздоева в ближайшее время должен перейти из Рубина в Зенит. Примерно за 3 с лишним миллиона евро. Я еще раз повторюсь, что я не очень понимаю, где он будет конкретно играть. Скорее всего, в запасе. Ну, по крайней мере, изначально будет вот такая позиция. Причем потому, что он не прошел ни одни сборы с Зенитом. И его форма тоже, опять же, вызывает сомнения. Непонятно, как он будет вклиниваться. Всегда тяжело вклиниваться в команду, когда ты не прошел сборы. То есть, вот был заболотный. Да, его как раз изначально покупали с прицелом. То, что он будет наигрываться в основе, как мы сейчас понимаем. Поэтому его купили еще до открытия трансферного окна, еще в декабре. А с Аздоевым, который должен стать второй покупкой Зенита в это трансферное окно, с ним будет все сложнее. Это не прямая замена Шатова, повторюсь. Он будет играть в центре полузащиты. И если Манчини решит использовать схему 4-2-2-2, то получается, что Аздоев будет там запасным, скорее всего. Либо иногда игроком ротации, скажем так. Это мы по Аздоеву поговорили. Какие еще у нас есть варианты? Мне точно известно, что Зенит ищет и другие варианты для усиления команды. Это, в первую очередь, позиция центрального защитника и левого атакующего полузащитника. То есть, та, где сейчас на сборах играл Дрюси. Но Дрюси, это не совсем его позиция. И я так понимаю, что именно поэтому Манчини ищет кого-то, кто должен заткнуть эту дыру на левом фланге атаки. Какие конкретно варианты? Мне известно, что Зениту предложили на днях Самир Насрим, полузащитника известного французского. Я вот сразу говорю, что Зениту именно его предложили. То есть, как обычно трансферный рынок у нас устроен. Есть скаутская служба клубов, есть спортивный департамент, которые ищут обычные варианты для усиления клубов в каких-то других командах. Но иногда случается так, реже, что агенты сами выходят на клубы и предлагают им свои гандизатуры. То есть, они видят, что там, например, есть... А не нужен ли вам, например, левый полузащитник в случае с Зенитом. И вот именно так предложили Зениту Самир Насри. То есть, видимо, кто-то из агентов или представителей клуба, мне точно неизвестно, посмотрел, посмотрел Зенит, понял, что у них там вот ушел Шатов, и, в принципе, им может понадобиться кто-то на фланг. Насри не совсем тоже вингер. Он может играть и в центре полузащиты, и на краю. Но, в принципе, он может, опять же, заткнуть ту дыру на левом краю полузащиты, где, по мнению Зенита, нужен игрок. Насколько нужен Насри Зениту, это вопрос. Потому что Насри 30 лет. Мы, конечно, помним его, когда он еще играл против Зенита совсем молодым. 10 лет назад за Марсель, ну, сейчас ему уже 30. Последние полгода он провел в Турции, в Анталья-Споре. Это клуб-аутсайдер чемпионата Турции. Он сейчас недалеко от зоны вылета идет. За Анталья-Спор даже он, Самир Насри, провел 8 матчей и забил всего 2 гола. Ну, результативность не очень высокая, поэтому очень... Есть вопросы, почему именно... Ну, нужен ли Насри и вообще Зениту. Вот, но до этого вот в Севиле он играл тоже, там было очень мало голов, там, по-моему, 2 или 3 гола он забил за сезон 2016-2017. И там тоже видно, что у Насри спад сейчас. Непонятно, насколько он нужен опять Зениту. И, люди рассмотрят ли вообще Зениту гандидатуру. Ну, я знаю, что Насри, помимо... Насри, по-первых, свободный агент. То есть, он в Анталье-Спор это провел последние полгода, но он разорвал контракт в январе, и сейчас он свободный агент. Это плюс, потому что Зениту, во-первых, не нужно будет покупать игрока. И, помимо этого, он еще может перейти в Зенит после закрытия трансферного окна 22 февраля. Потому что, ну, регламентом подозревается, что свободный агент может переходить вне рамок трансферного окна. Насколько Насри нужно Зениту, опять же, мы обсудили. Но, кто еще может усилить Зениту? Есть информация, что Эльмир Набиуллин, который ведет активно Спартак, тоже может перейти в Зенит. Это не центр защиты, как мы понимаем, это фланг, и, в принципе, учитывая, возможно, уход Кришета и проблемы на вот другом фланге, на правом фланге Зенита, там не очень стабильно Смольников, и есть травма у Ивановича, может быть, туда как раз перейдет Эльмир Набиуллин. Но это тоже пока вилл им по воде, и сложно сказать, ну, перейдут ли вообще и эти футболисты в Зенит. То есть, конкретные фамилии, конкретные фамилии, других конкретных фамилий мне несложно назвать. Но, в принципе, эти игроки, эти игроки, ну, Набиуллин точно, наверное, должен усилить Зенит. По Санверу Насри не знаю, то есть, может быть, он перейдет, может быть, нет, и не очень понятно. Главное, что еще нужно знать от оставшейся части трансферного окна Зенита, это то, что Зенит хочет арендовывать игроков. Почему именно арендовывать? Потому что мы знаем, что Зенит в этом сезоне очень много игроков отдал именно в аренду. То есть, это, опять же, свежего, это дюба новосельцев Ишатов, это Джорджевич, Арнани, это Роберт Мак, это Салагов, Юсупов, они все в аренде, и, в принципе, даже по этим фамилиям понятно, что достаточно серьезное усиление, достаточно серьезную команду можно сколотить из этих футболистов. Летом они все вернутся из аренды, и что-то с ними надо будет делать. Естественно, многие будут из них проданы, поэтому текучка трансферная будет летом «Зенит» достаточно высокая. И если «Зенит» сейчас еще кого-то купит, то «Зенит» еще больше увеличит свою заявку, то есть, она растолстеет непомерных размеров, и именно поэтому решено сейчас смотреть за вариантами с арендой, потому что это выгодный с этой точки зрения, с точки зрения того, что осталось всего несколько дней закрытия трансферного окна, то есть 22 февраля уже закрывается трансферное окно, и есть риск, что просто футболисты, которых купят, они не валют с команды, потому что обычно на финише трансферного окна клубы делают покупки в ППХ, и не понимая вообще, лишь бы купить кого-то, лишь бы усилить просто для глубины заявки. «Зенит» и так рассматривают футболистов именно для глубины заявки. Мы помним, что Манчини еще осенью несколько раз говорил о том, что ему не хватает футболистов. Ну, может быть, сейчас он получит этих футболистов. Посмотрим.